Уважаемые коллеги, в рамках рассмотрения бюджетов трех небюджетных фондов мы поговорим сегодня о реальном состоянии российского здравоохранения и якобы о прорыве, который осуществлен в части финансирования, который мы обсуждали, я напомню, на прошлом заседании Государственной Думы. Но начнем со стартовых позиций, я прошу поставить первый слайд, а именно ситуация 2018-2019 годов, это предковидные годы. В результате оптимизации количество больничных организаций в России было сокращено практически вдвое. Круглосуточный коек на 30%, инфекционный коек более чем на 40%. Наблюдалось и снижение количества соответствующих специалистов, все это представлено на слайде. В итоге, по показателям смертности граждан в трудоспособном возрасте у мужчин в Российской Федерации в 2018 году эта смертность оказалась в 2,8 раза выше, у женщин в 2,1 раза выше, чем в странах Евросоюза. Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от внешних причин точно также оказался превышен на 2018 год в 2 раза по отношению к странам Евросоюза. Дефицит кадров практикующих врачей у нас оказалось в 2018 году даже меньше в относительном количестве на тысячу человек, чем в Германии. В развитой стране, это слайд номер 5, можно посмотреть, 3,8, соответственно, 4,3. Зарплаты, затраты на медицинскую науку вдоль ВВП накануне, я напомню, вот этого самого коронакризиса, у нас были в 5 раз меньше, чем в развитых странах. Это точно так же представлено. Это короснаука. При этом в Российской Федерации долгие годы общее государственное финансирование здравоохранения было минимум в полтора раза ниже вдоль ВВП, чем аналогичные расходы в странах ЕС. Это видно на слайде. При сравнении расходов на здравоохранение Российской Федерации в развитых странах по отношению к ВВП в 2018 году мы отставали в 2 раза. А если по расходам на душу населения, в 3 раза. Причем это расчеты по паритету покупательской способности, то есть абсолютно корректные. Как следствие, Российской Федерации доля личных расходов граждан на бесплатное здравоохранение от общих расходов населения государства в Российской Федерации на 50% выше оказалось, чем в странах Евросоюза. Другими словами, недостаточные государственные расходы на здравоохранение ложатся сегодня дополнительным бременем на бюджеты российских семей. Ну и естественно на те, кто может заплатить. На этом фоне, что беспокоит граждан России, это последние социологические опросы. Их беспокоит, конечно, о доступности и качестве медицинской помощи. Запрос. 40%. Что беспокоит медиков? Медиков беспокоят перегрузки и низкая заработная плата. Ну а теперь, собственно, о прорывах, о которых мы говорили в прошлый раз, когда мы будем анализировать финансирование государственного здравоохранения не по абсолютным цифрам, а по отношению к ВВП. Итак, 19-й год, 3,5% ВВП. 20-й год, 4,6% ВВП. Рост, мы сейчас по нему поговорим. 21-й, 4,1% и 24-й снижение до 3,7% ВВП. Напомню, по данным Всемирной организации здравоохранения, 7% это минимально необходимая величина расходов на здравоохранение, чтобы оно было современным. Следует отметить, что рост в 2019 году был обусловлен специальной программой. Эта программа была, нацпроект здравоохранения, 474 миллиарда рублей. А в 2020 году это был рост, связанный с ковидом, порядка 600 миллиардов рублей. Сегодня министр финансов отчитывался, нам об этом говорил. При этом средства национального проекта здравоохранения предназначались, это вот в 2019 году, преимущественно на обновление инфраструктуры медицинских учреждений. И увеличение объемов медицинской помощи произошло только по одному профилю, это по онкологии. Ну а, соответственно, в 2020 году все дополнительные средства практически были израсходованы на лечение больных с новой коронавирусной инфекцией. Иными словами, в 2019-2020 годах по сравнению с 2018 годом реального увеличения объема бесплатной медицинской помощи и ее финансового обеспечения по большинству классов заболеваний в Российской Федерации не произошло. Напомню, только онкология, только инфекционные болезни в части коронавируса. Слайды 12 и 13, они демонстрируют как раз соответствующие уже корректные цифры, необходимые для сравнения. Итак, в 2022 году по сравнению с 2021 году по прогнозу все государственные расходы на здравоохранение в Российской Федерации в текущих ценах вырастут только на 3%, на 127 миллиардов рублей, а в постоянных ценах, то есть это с поправкой на инфляцию, они сократятся на 1%, это к вопросу о росте. За этот же период сократится и доля государственных расходов в структуре ВВП с 4,1 до 3,9%. В 2024 году по сравнению с 2021 годом государственные расходы в текущих ценах вырастут на 12%, а в постоянных ценах с учетом инфляции, причем еще по 4% брали инфляцию по старому, за этот же период сократятся на 1% в реальных ценах, напомню, а в доле ВВП с 4,1% до 3,7%, вместо положенных 7. Более того, это произойдет в условиях нерешенных и нерешаемых острейших проблем здравоохранения. Я напомню, это высочайшая смертность и заболеваемость, о которой мы говорили. Это дефицит и низкая оплата труда медицинских кадров, ее колоссальное различие по субъектам практически в 4 раза. Это недостаточное лекарственное обеспечение населения в амбулаторных условиях, мы здесь проигрываем практически двое любой европейской стране. Это недостаточные объемы бесплатной медицинской помощи и в рамках ВМП, и в рамках реабилитации, и в рамках палиативной помощи. Это низкие тарифы по оказанию медицинской помощи, ну и, как следствие, острейшие проблемы системы здравоохранения решены при таком подходе, при таком бюджетном планировании, не будут. А объемы бесплатной медицинской помощи по программе госгарантий и их финансовое обеспечение не то что не увеличатся, не даже сократятся в относительных объемах. Эта ситуация однозначно противоречит задачам, которые были поставлены и президентом Российской Федерации по выполнению национальных целей, и по снижению смертности, и по увеличению ожидаемой продолжительности жизни, и по ожиданиям наших граждан, и по ожиданиям профессионалов, мнение которых мы озвучили чуть раньше. Теперь, собственно, об успехах 2020-2021 года, которые случились на фоне вот такого жуткого увеличения финансирования. Итак, по итогам 2020 года, естественно, убыльное соединение 688 тысяч, мы эту цифру слышали, 340 – это так называемая дополнительная смертность, которая возникла в том числе и вследствие дефектов с оказанием медицинской помощи, вследствие дефектов системы организации медицинской помощи, которые во многом обусловлены как раз развалом системы здравоохранения. Если мы возьмем предположительные расчеты убыли населения уже по итогам января-августа этого года, у нас получается, что убыль составила 595 тысяч человек. В конце года это будет около миллиона человек. В 2021 году мы потеряем. Соответственно, если мы экстраполируем эту ситуацию в легком варианте до 2030 года, страна потеряет 3 миллиона своих граждан. Для достижения целевого показателя и ожидаемой продолжительности жизни и качественного оказания медицинской помощи необходимо, чтобы государственные расходы на здравоохранение ежегодно росли не менее чем на 8% в постоянных ценах, подчеркну, не в абсолютных, а именно в постоянных ценах за минусом инфляции, что составит дополнительно каждый год приблизительно 500 миллиардов рублей. Это столько мы должны вкладывать в здравоохранение, чтобы приближаться хотя бы к тем цифрам, о которых мы говорили, смертности, ожидания продолжительности жизни и, соответственно, борьбы с заболеваемостью, о которых мы только что говорили на примере европейских стран. Эти расходы могут быть предусмотрены за счет средств ФНБ, объем которых вырастет с 2021 по 2024 года на 9,4 триллиона рублей, ну и 2,5 из них планируется потратить на некие инфраструктурные проекты. Мы считаем, что это важно, но жизнь и здоровье наших граждан это все-таки самое главное и самое ценное, что есть у страны, по большому счету, что есть у ее народа. Соответственно, депутаты Государственной Думы своим решением, в том числе принимая бюджет, могут как спасти сотни тысяч наших граждан, учитывая статистику, которую я только что привел, так и не спасти, если не сказать по-другому, тех людей, которые умирают как раз вследствие недофинансирования. Ситуация сегодня действительно очень серьезная. Если мы говорим о ситуации с ковидной инфекцией, я думаю, мой товарищ Сергей Казанков внесет соответствующее предложение о проведении правительственного часа с приглашением, в том числе руководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, для того, чтобы он оценил сегодня и рассказал о чрезвычайной фактической ситуации, которая сложилась в стране. В ситуации, когда ковидные госпитали переполнены, когда во многих регионах запасов кислорода хватает на один-два дня максимум, они работают фактически с колес, когда многих лекарственных препаратов просто нет и не будет в стране, потому что дефектура, и иностранные производители не могут их сегодня представить в нашу страну, и ни при каких наших просьбах, ни при каких там завышенных ценах этого просто нет. Более того, только что объявленные каникулы, которые будут с 30 по 7 ноября, это как раз следствие или фактически введение вот такого мягкого локдауна, чтобы каким-то образом остановить распространение ковидной инфекции, потому что опять больше 33 тысяч по официальным данным болевших и более тысячи умерших это за прошедшие сутки. Я думаю, реальные цифры на самом деле гораздо выше. Я прошу серьезно отнестись и к финансированию здравоохранения, и к формированию бюджета, о котором мы говорили, и где я только что вам представил четкие цифры того, что никакого прорыва не будет в ближайшую трехлетку, абсолютно. Более того, будет даже падение, если мы уберем инфляцию, падение расходов на здравоохранение в условиях катастрофических нагрузок, в условиях того, что новая нагрузка и недолеченные больные, их количество множится, и расходы на них, на их лечение потребуются гораздо больше. Ну и что касается нашей позиции по всем трем фондам. Мы не будем поддерживать и утверждать исполнение бюджета всех трех небюджетных фондов, потому что фактически это продолжение политики урезания социальных расходов. Продолжение следует...